Девушки отдыхают Девушки отдыхают До 150 грамм Вот И хочу понять Насколько комфортно Было бы мне Использовать такие приманки Как Кракен 250 С его весом 130 грамм он весит 130-135 Плюс огрузочка Плюс Стингеры И понять Как бы Как я мог бы Этой обойтись Удилкой Но я думаю В развитии Рыбалки на бигбейт И конечно стоит Шагать дальше В общем-то Палка Это меня палка уже ограничивает Я ей отловил 10 рыбалок Не больше И уже она меня ограничивает Так вот Сейчас собираем комплект И В общем Двигаемся Тут большая закраина Так как все-таки Минуса Хорошие стоят Закраина большая Ходить я по ней Не собираюсь В общем-то Ничего хорошего Это не сулит А вот Приманка Зацепляться За нее будет Поэтому нам еще Нужно будет найти места Удобные для заброса Так чтобы можно было Аккуратненько Покидать Но я уже вон Вижу Коряги утопленные Вся фигня Мне хотелось бы Чтобы вода здесь Была прозрачная Ладно Давай дружище Собирать палку В плане оснащения У меня дружище Вообще все довольно Прискорбно В общем-то Я до сих пор Не обзавелся Правильной катушкой Под это дело И убиваю свою Абу Гарсию Рева Винч Которая я думаю Не планировала Что в жизни Она будет Так сильно страдать Вот Ну и плюс Шнур на ней намотан Соответственно Тот который Ей соответствует Там единица стоит А хотелось бы Четверку То есть к сезону Если По финансам Я потяну Хотя бы Обновить Катушку Не говоря уж Про удилище Ну опять же Тест тестом А В январе Месяце В минус 10 Покидать Спиннинг В Самаре Это отдельный кайф Даже Ну Без цели Поимки Хотя Здесь Полавливают Щучку На небольшую Там типа 300 граммовые Щучки Вешаются на Всякие 70-е Миношки Поэтому Рыба тут есть Смотри Дружище По приманкам Сейчас Небольшой Тебе Покажу Прикол Это вот Моя Большая Коробка То есть Раньше В эту Коробку У меня Влазили Ну типа Всеобъемлющие Я мог Собраться на Рыбалку Для любых Условий Сюда Положить Воблеры И диповые И джик И все Подряд Сейчас Здесь 6 Приманок Показываю Смотри Здесь 2 Тунца В новых Расцветках Тоже я Снастил Посмотреть Как будет Он в воде Играть Красиво Али Некрасиво Вот Ну и Тунец В расцветке Скумбрия Тоже Остался А это Видишь Новая Скумбрия Тоже буду Испытывать Хочу Посмотреть Как он В новом Расцветке В воде Смотрится Потом 2 Бибы Старых В стремных Расцветках Которые Сам Первые Тестовые Все Кривые Все Помятые Но Разловленные Одна Оснащенная С тремя Тройниками Вот Дополнительный Стингер Вот Вот это Разловленный Цвет Вроде Как Поярче Он На него Щучка Попалась И Два Топовых Кракена В общем Я с собой взял Опять-таки Один Оснащенный Уже Сразу С поводком Сейчас Я его Присобачу С глазенками С глазенками Это Тот Один Из первых Из первой Отливки Самый Первый Вот И один Скумбрия Это тоже Первая Отливка Самый Неказистый То есть Он Кривоватый Весь Сам Первый Тестовый Вертыш Уже В нем Имеется Осталось Токмо Оснастить Стингером Я буду Менять Если не оборву То есть Ты прикинь Шесть Надо коробку менять Или ведро Организовывать Как у всех Пацанов Взрослых Потому что Шесть приманок Ну сюда еще Пару-то этих Влезет Конечно Этих Тунцов Ну а по факту Если брать Что-то Вот уже такое Солидное То этой коробки Мне мало Сюда Вот в одну В один отсек С трудом Два кракена Вмещается С трудом То есть Они торчат Две бибы Максимум Ну три Может я запихаю Сюда все Это что Это не серьезно Это надо Надо как-то Поорганизовывать Что-то Слушай Ну кстати Я уже подпривык Конечно Ну чувствуется Что это в верхах Конечно Бандура такая Но тут больше Напрягает Отсутствие Баланса Снасти То есть Нужна мощнее Катушка Мощнее Плетенка Тогда будет Увереннее Все это дело Ну выглядит Смотри как Как будто бы Я нормальный Рыбак Такой С крупными Приманками Тут народ Ходит Вот натоптанно То есть Рыбачит Сейчас на улице Минус 10 И на похолодание Идет То есть дальше Будет минус 15 Там К ночи До минус 20 Но солнце Шпарит Пришлось очки Одеть Чтобы увидеть Сквозь воду Игру Ну все Вот Шикарное место Как там Делается Как это Надо кинуть Да Я пока так Тренировочные Добро Делаю Ну да Вдалеке Вообще Не видать Ничего Ну вот Видно Ну она Прям по дну Скребет Не ну Хвостом Она явно Играет Жестко Буйно Например Если взять Бибу 210 То у нее Как получается У нее Настолько Большой хвост И тонкая шейка Что она его Аж вот так Закручивает На проводке То есть туда Обратно Роллинг идет Это очень круто Я видел такое У более Таких именитых Приманок Такая же Есть игра То есть Она не просто Вот так играет А плюс еще Хвост у нее Ходит вот так вот Здесь Я сделал Отклонение Не сделал Угол А сделал Вот так вот Вдоль Более-менее Чтобы меньше Игра была Чтобы можно было Потяжки делать Еще что-то Но при этом Все равно Хреначит она Как сумасшедшая Хвостом Ну хорошо Это хорошо И нормально То есть Ни Ни много Ни мало Я прям доволен То есть И плюс Позиционировать Получается Легко Позиционировать Приманку Ну Не надо подгружать Брюхо Она Не высокотелая Приманка Брюхо Подгружать Не надо Она ровно Идет Не заваливается А вот С забросом Конечно Да нет Для отличной Заброса Там вон На край Камыша Я даже Кидаю Я как будто бы Хочу поймать Рыбу Показать Тебе Конечно Хотелось бы Как играет Мелко Она дно Цепляет Не знаю Пойдем Сейчас Еще туда Пройдем На Сужение Там тоже Не замерзшее Может там Поглубже И получится Камеру поставить К краю И проводить Вдоль берега Ну а так Конечно В принципе Все Мой выезд Оправдан Приманка Играет Шикарно Так Ну сейчас Пойдем Дальше В общем Дружище По поводу Приманок Много Много Народу Спрашивает Я не ожидал Спасибо За то Что интересуетесь Мои Производственные Мощностя Очень скудные Я то есть Это все Делаю Дома И Большие Объемы Сделать Ну никак Не буду Прям Котюбей Пару Тройку Приманок В сутки У меня Получается Сейчас Делать Если Сильно Стараться И Обеспечить Спрос Какой-то Обеспечить Какой-то Маламальский Спрос На Эти Приманки Ну вообще Никак Не получается Я не знаю Плюс Опять-таки У меня Ступор Возникает По поводу Ценообразования Я не хочу Наглеть Наглеть Вот Уточка пошла Не хочу Наглеть Но и В убыток Тоже Но это Глупо Делать Что-то То есть Тем более В сравнении С Приманками Этого Класса Известных Брендов Ну прям Вот неохота Ничего Мельчить Уж явно Неохота Ну и Наглеть Неохота Скажут Ты что Дурак Там Цену Задрал Ну в общем Давайте попробуем Сейчас запустим Прием заказов Я не уверен Что я смогу Отработать все Такие-то первые Наверное Получится Отработать Остальные Ну до лета Кого-то Может быть Обрадую Приманками Буду делать Мне интересно Мне прикалывает Лить Мне прикалывает Еще сделать Повторяемость То есть Не чтобы все Приманки Были Как фабричные Если цвет У нас есть Скумбрия То вот Скумбрия Чтобы они Между собой Положить Две рядом Приманки И это было Видно Что это Две одинаковых Расцветки Это делать прикольно Это делать мне нравится И поэтому Давай попробуем Давай запустим Заказики Вот Даже первый заказ Я буду делать Очень долго Потому что У меня сейчас Закончился Силикон Это надо заказывать Еще что-то Туда-сюда Урча-бурча Вкладывать Какие-то финансы Которых вообще нету И соответственно В общем Пиши Пиши По минималке Буду Да Сейчас Посмотрим Ладно Погнали Нам надо еще Что покупать Не видел никто Как играет Погнали Тут вон Может получится Прям струе Запустить Смотри Ручей Прям перекат По сути Мне это Вести не надо Чтобы она Сама на течение Играла О Тут хорошее место И глубина есть И течение Чуть-чуть Можно медленно проводить Она будет играть На паузе Тонин Слушай Ну я доволен Выходом своим На природу Покидать палочкой Медленно проводочка Да супер Выглядит как Жирная такая Классная Как галавль Какой-то Сорога Вот С классными Повничками Давай сейчас Тут пока глубина Потестим Другие цвета Глаза не отваливаются Глаза приклеены На суперклей И они Отрываются Только с куском Силикона Давай посмотрим Сейчас Кракен Ой Сместунца 180 в новой расцветке Вот он Кислотный Кислотный Скумбрия Это тоже Можно По заказу По определенному Такие цвета Делать Кислотный Скумбрия То есть Вот он Кракен Скумбрия Оригинал Такой же Может Кракен Быть В кислоте Кислотный Скумбрия Это будет пока что Несколько цветов У меня В запасе Таких Ой Это вообще Ничего не весит Так Игрушка Ненастоящий Рыбех С этой уже Можем баловаться Как хочешь Где он там Ну он конечно Очень активно Играет у него Шейка Такая Ему течение Прям перебор Более Высокочастотная Игра Получается У приманки И вот на этой На такой течке Как здесь Можно его вести Прям Архимедленно Ну цвет шикарный Кислота По сути Это матайгер Тот же Только Вариация Матайгера Скумбрия На скумбрия Это тот же матайгер Только без кислоты А в оригинале В этом смысле В натуралке Тебя забросить Какие-то поделать По кайфу Конечно Удовольствие Ну-ка Давай сейчас К камере Ну это прям Мелкая уже Фигняка Эти 180 Это шурски Какие-то 40 грамм Весит Что Приманка Что ли Фуфло Какое-то Ей-богу Но он тоже Он крут Он В принципе У него Свой Шик В этой Приманке Он Высокочастотная Игра у него И он еще плюс Очень надолго То есть он Раз играет Два играет Три играет Перевертыш У него не просто Вот так роллинги А очень надолго То есть на несколько Тактов Грубо говоря Если взять музыку Четыре такта То на два такта Он уходит в сторону Не каждый такт А на два ушел На два вернулся То есть это Особый тоже кайф Но он Уже такой Шедо подобный То есть смотри Он такой Высокотелый Довольно рыбеха Это не какой-нибудь Цилиндр просто Силиконовый Тесты Это Хорошо О Биба вообще Шикарно играет Она еще Уходит в сторону И галсит Немного Вообще Но из-за того Что у нее Плоскость Большая Она прям Высокотелая Такая приманка Бибу ел бы я Конечно Бибу шикарный Тоже Ну это прям Такая Сорога Сорога Подлещик Ладно Последняя приманка У нас сегодня Это Вернее Последняя расцветка Кракен Легендарная Скумбрия Сейчас мы Переобуем Нашу Вот эту Оранжевую Историю Разберем Стингеры Заодно Могу показать Отловил Ими Сколько Я ими Отловил Осень Сезон Нареканий Никаких В принципе Стингеры Много Вариантов Миллиард Примерно Бывает То есть Тупик Начинаем Давай отсюда Делаем петлю Потом шуруповертом Скрутка Она То есть Получается Очень жесткая Мюзле Такое От шампанского То же самое Шуруповертом Скрутка Идет Дальше Петля В нее Вставляется Тройник И следующая Петля И дальше Вот эта же Проволока Идет Скрутку Наверх Уходит И обрезается Это шип Вставляется В тело Приманки Отсюда Уходит Следующая Петля Точно так же Точно так же Следующая Проволока Скручивается Петлю И идет Скрутка И тупиковая Петля С тройником И Скручивается В шип То есть Здесь минусы Только два Что Тройники Не поменяешь Это они Не через заводное Кольцо А напрямую Можно делать Через заводное Кольцо Я просто Сделал И все В принципе Так как сам Делаешь Проволока Копеечная Проблем Никаких Нет Можно В любой момент Сделать Откусить И сделать Другую Проволок Вот Можно на речке Это делать Руками Будет скрутка Не такая Крутая Как на Шурике Получается Ну вот Такой Стингер Вот Поэтому Мне прикалывает Мне прикалывает Как оснащать Ну давай На всякий случай Тоже Смотри Вот я Нужно совместить Стингер С колечком То есть Вот мы его На карабин Зацепили Вот у нас Стингер Совмещается С колечком Делаем прокол Между плавничочков Есть Все Здесь идеально Изгиб Видишь Подбородок Огибает Дальше идет Тройничок И опять Стингер Чуть-чуть Надо подогнуть Тут Перпендикулярно Колечко Перпендикулярно Шипу у нас Вот И опять В натяжечку Делаем Чуть-чуть Небольшую И втыкаем И у него опять Изгиб Он Брюшко Пузико Огибает Дальше В натяг Тройники Фиксируем То есть Чуть-чуть назад И вперед Все Оснащен Приманка Оснащена Тройниками Вот он Кракен Это самый первый Вообще Самый первый Кракен Из формы Который выросший Это легендарный Его нельзя потерять Его нельзя Оборвать Он Музейный экспонат Ой Какое Кайфовое Слушай Но это Намного Ярче Выглядит Хотя И темнее Цвет Темнее Чем Вот этот Вот Апельсин Он Намного В воде Ярче Выглядит Супер Я вообще Я в шоке Я в восторге Неужели Можно такие вещи Делать самостоятельно Не на станках Все Давай собираться Это уже холодно Руки мерзнут Стингеры мерзнут Кракены мерзнут Супер Он тоже Рыскает Немножко Иногда Вот Бывают у него Моменты Какая-то там Турбулентность И он подрыскивает В сторонку Тыс Тыс И пошел В стороночку Сюда В эту сторону Чуть сюда Поиграл Чуть в другую сторону Все Кайф Все Плетенка Окончательно Замерзла Сейчас заказал Еще кучу глаз Я сюда прилеплю Для личного пользования Конечно Тоже надо Чтобы было все Идеально Вот с глазом Прям Небо и земля Смотрится Разные Разные Совсем вещи Супер Не знаю Че Че даже говорить Че дружище Блин Сукарно Погулял я Покидал Место конечно Немножко тут Но У кого Свербит В одном месте Вполне себе Может позволить Такую Прогулку Видишь у нас цель Кая была У нас цель была Именно Тест приманок Я доволен Я доволен Дружище Теперь с чистой совестью Могу Рекомендовать С чистой совестью Могу рекомендовать Шикарно Работает Качество отливки Конечно Сам понимаешь Хендмейт Но Супер Это супер Это шикарно Это блин Кайф Поэтому Дружище Спасибо тебе за лайк Ушник Спасибо за лайк Ушник Пиши Возможно Реализацию Налажу Через какой-то Самарский магазин Реализацию Данных приманок То есть Заказывать будем у меня Я буду туда отвозить Там будете забирать Потому что Ну Тоже Сам понимаешь Время Оно Дорогого стоит Мне проще Будет Несколько заказов Сформировать Отвезти За один раз Например В магаз Который профилируется На бигбейтах И чтобы Они могли на этом Заработать И Чтобы Ну Удобней В общем Это удобней Пункты выдачи Как говорит Вся фигня А там Глядишь Я Форм сделаю Несколько И объемами Смогу Увеличить объемы И Какие-то витрины Может быть Появятся Хер я знает Кто это Чудесная Жизнь Она же Невозможно Слонировать Поэтому Я все собираюсь Погнал А тебе спасибо Еще раз За лайкушник И увидимся С тобой В следующем видео 100% Зимняя рыбалка Потому что Ну сколько можно уже Грустить О лете Надо пользоваться Тем что есть Погнали В следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok